Депрессия Депрессия – это очередной барьер, который надо взять. Депрессии могут овладеть нами, независимо от нашего желания, от времени. Вы понимаете ли, это когда вдруг неожиданное уныние наступает. И тут есть анализ этих депрессий. И начну я с чечения псалма 41, где очень хорошо выражена эта депрессия. Депрессия – это когда ты находишься под прессом. Русское слово – уныние. И вот этот псалом Давида, что унываешь. Душа моя. 41-й. 41-й, да. Здесь я описание этого депрессии. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» Когда у христианина что-то неудачно в жизни получается, непременно находятся люди, которые так, ну и как же, твой Бог где? А почему он тебе не поможет? И это, знаете, что это хуже всякой депрессии. Вот. Вспоминая об этом, изливаю душу мою. Потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий с голосом радости, славословия, празднующего сонно. То есть тогда никто не говорил, где Бог твой. Вместе радовались. Я читаю Псалом 41-й, а стих сейчас я буду 6-й читать. «Что унываешь ты, душа моя?» Ну это ж Кореевы, сынов Псаломов, вот что я сделал, не Давида. Псаломов Кореевы. Пожалуйста, пускай сынов Кореевы. У меня... Вот. «Уповай на Бога». Но знаете что? То, что я хочу смыслить, это Давиду свойственно. Он говорит со своей душою. 102-й Псалом, это Хе Псалом, где он говорит, что... «Благослови душа моя Господа». Это Давид. То есть тоже разговор со своей душой. Я вот это хотела подчеркнуть. Что, вы понимаете ли, мы... Это... Это наша... Воля, это наша душа, с чувствами её. Это наш дух. И вот Бог хочет иметь, чтобы мы целостность имели во всём этом. Но когда мы имеем переживания, то у меня есть моя воля. Я понимаю, что я не должна этому поддаваться. Но у меня есть и душа моя, которая унывает. Которая такие чувствования имеет. И поэтому, получается, я могу поговорить с моей душой. Что ты унываешь? Унывает во мне душа моя. В этом я вспоминаю о тебе, земли орданской, с Ермона, с горы Цуар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Вот какие переживания. Днём явит Господь милость свою. И ночью песня ему у меня. Молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня. Для чего я сетуя, хожу от оскорблений врага. Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, Когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Проблема депрессии тут выражена очень кратко. И излечение тоже кратко. Вы понимаете ли, упование на Бога, Оно нас должно вывести из любой депрессии. Но я сейчас, значит, хочу остановиться на... Есть книги. Три книги вот я нашла на эту тему. Это Боб Джордж. «Жить, невзирая на обстоятельства». Когда очень тяжкие обстоятельства окружают, И мы из-за обстоятельств мы внываем. Давид Симмонс. «Исцеление чувств». Когда мы поддаёмся нашим чувствам. Мартин Ллойд Джонс. «Духовная депрессия». Самое широкое, полное объяснение. Сейчас я буду его излагать. Вот эти три таких произведения. Они переводные книги. И они здравые. Ещё раз повторите, пожалуйста. Я главное название вам скажу. «Жить, невзирая на обстоятельства». Есть. Так это Боб Джордж. «Исцеление чувств». Давид Симмонс. И «Духовная депрессия» просто. Мартин Ллойд Джонс. Всё это очень достойные люди. Которые и преподаватели. Вот этот Джонс, о котором буду говорить. Он ещё и медик. Который оставил медицину и стал проповедником. Вот какие мысли он излагает. Вопрос можно, Маритин? Да. Вот прозвучало в начале о том, что депрессия возникает независимо от нашего... Желания. Желания, вмешательства, ещё что-нибудь. Но человек же может создать те условия, когда депрессия возникнет. Сам себе? Сам себе, да. Специально намеренно? Нет, не намеренно. Но, во всяком случае, он будет знать, что если результат будет какой-то другой, то именно это состояние наступит. Я что-то могу, не могу даже представить себе этого. Потому что... Ну, например, человек, кладывающий большие средства во что-то, в какое-то мероприятие, и там есть 50 на 50 процентов, что он может прогореть и пролетит. И это случается. Естественно, после этого большая депрессия, потому что он потерял всё. Вот, когда мы говорим про материальные причины, про потери вот эти все, Валерий, вы понимаете ли, что я очень благодарна Господу, когда он сказал, имея пропитание и одежду, будем довольны. Это чудесно, это человек, понимающий. Вы понимаете ли, потому что обязательно будет такой риск, и ты сам на свою голову всё это собираешь. Но я же не только это беру, я беру, например, семейную жизнь или любые обстоятельства. Значит так, не надо оказываться в зависимости ни от чего и ни от кого. Потому что, когда ты не можешь повлиять, что-то тебя несёт конь дихой, и так вот получается. Я благодаря этому церкви попал когда-то. Попал куда? В церковь. Вот как. Слава Богу. Я лишился огромной суммы денег, и я просто пошёл на завод работать, а Господь привёл меня совершенно в обратном направлении. Но дело не в этом. Я просто говорю о том, что различные сферы нашей жизни, иногда человек, как бы рискуя или понимая о том, что будет, возможно, будет что-то не так, как он желает, может под депрессией в зависимости от результата, даже нематериального. Поэтому избегать таких позиций, когда мы попали в силки, когда мы схвачены, когда от нас не зависит. Когда человек с Господом, это решается легко. То есть, ну как, ты приходишь к нему, и он утешит, он поддержит, он силу даст, всё это мы знаем. А вот человек без Бога, он именно находится в этой ситуации. Наша вся сейчас жизнь, она полна вот этих трагедий и даже самоубийств, потому что люди теряют материальные ценности. Вот, простите, пожалуйста, я сейчас пример приведу. Я, например, сейчас мы в церковь молимся, одна девушка, она, ну сейчас это Васька модная, я её зову Васькой, Аська, значит, по телефону, они общаются. И с Татарстана к нам пришло сообщение о том, что одна девушка в Золотухинском районе желает покончить жизнь с самоубийством, потому что у неё, ну, сильная болезнь. Ну, я позвонил ей, оказывается, задача у неё сделала и рак главного мозга, опухоль удалили, а теперь у неё идут, как бы, полторные последствия. Вот мы в воскресенье должны к ней поехать. И мы думаем, молимся о том, что мы будем говорить и как её поддержать. Но она находится в сильнейшей депрессии сейчас. Вот. Так что один из примеров того, когда человек попадает вот под этот пресс. В результате болезни. В результате болезни, да. Она верующая или нет? Нет, она не верующая. Но она согласна нас принять. Понимаете, это всё великим мой, это всё совершенно другие разговоры, другая тема. Потому что неверующий человек, он не вылезает из этих проблем. Вы понимаете ли, я, например, даже трудно себе, я сама себя не могу представить, только по дневникам вот вижу, что я из депрессии не вылезала всю свою юность. Или он на меня не посмотрел, или учитель меня не оценил. Вы понимаете ли, вот эти 46 лет я покаялась, и я с тех пор живу счастливой жизнью. Но вы вспоминаете, что вы часто это состояние сами и строили для себя. Да. Так вот, причины депрессии, в общем-то, она имеет широкое распространение. И угнетённые христиане не славят Бога. Поэтому надо избавляться от депрессии. Христианин должен славить Бога. Когда у тебя плохое настроение, вот мне хочется всегда сказать, не ходи даже на улицу. Завезь под диван и жди, пока пройдёт. Не показывайся людям, потому что это заразно. Мрачное лицо, мрачный дух. Ты не можешь никому ни свидетельства, ни доброе слово сказать, ни ободрить, ни улыбнуться. Вы понимаете ли, когда мы входим с улыбкой в вагон метро или в автобусы, и всё. Я знаю, ничего не случится ни с этим автобусом, ничего. Всё будет хорошо, Господь с нами. Угнетённый дух, угнетённый христианин – это противоестественно. Поэтому Давид и говорит, что ты, или там, кто там, в свечении сынов Кореевых, так же и Давид в другом месте, что унываешься, душа моя. Диалог с душой. Есть разные причины такие, которые причисляются. Интересные факты. О том же Спеджине, прекрасном проповеднике, король проповеди. О нём известно, что пред каждой проповедью он страдал от депрессии. От ужаса того, что он не скажет. Нет, что он беспомощен. Вы знаете, Спеджин очень глубоко понимал, что такое Божье благословение, помощь Духа Святого, присутствие Духа Святого. И он понимал, что он ничто. Поэтому депрессия перед каждым его проповедью. Чтобы Дух Святой был. Про него сказано было, что он был толстый. Внешнее впечатление никакого не производил. Голос был, правда, замечательный. Речь была очень яркая. И он очень любил людей. И он вкладывал в них веру в Бога. И показывал, что, овечка, ты не погибнешь у Господа. Он не бросит тебя, он не оставит тебя. Он вдыхал вот такую надежду. Но понимаете ли, что он очень понимал, что это всё действия Духа Святого, а не его личные. Он перед каждой проповедью испытывал депрессию, осознание своей немощи. Написано, когда я немощен, тогда силён. Я так нуждаюсь в тебе, Господи. Я не могу... Прошу тебя, умоляю тебя. Ты будь со мной. Ты вдохновит. Понимаете? Так у него была наборная проповедь. Глаженно нищие духом. Он осознавал перед Богом, что он ничто, пока он сам ему что-то не даст. Понимаете ли, что это вот один из таких моментов. Мы можем испытывать депрессию, получившую огромное благословение. Я помню, тоже я где-то, когда проповедовала, что-то очень довольна была так. Впечатление произвела. Хорошо проповедь сказала. И подружка мне сказала, придёшь домой, простись перед Богом, уничтожься прямо перед Ним. Потому что ты вернулась, и ты как пустой барабан. Всё ты выложила, у тебя ничего нет. Я так благодарна ей за эти слова. После большого успеха надо вот так прямо лечь перед Богом. Наполни, Господи, в твоих руках, завишу от тебя. Когда удачи, когда благословения, когда радости. Понимаете ли, что сознавать, что за этим может следовать депрессия большая. Это просто такие вот... Вот это вот, пожалуйста, вам психология хорошая. Не моя. И поэтому нужно снова наполниться. Кроме того, есть люди, интроверты и экстраверты. Интроверты, они всё внутри переживают, экстраверты всё наружу выражают. Интроверты очень глубоко переживают. Они обидчивы, они мнительны, боязливы. Они чувствительны очень, эмоциональны. Но экстраверты, они в словах это выразят, в движениях, в общении. Как-то легче проблему как-то решат. Сила и слабость каждого человека. Ну, наконец, кстати, реакция на особое благословение в Библии есть. Это, помните, когда Илья сидел под можжевелым кустом и говорил, Господи, довольна уже, возьми меня. Помните? После потрясающей победы над жрецами. Потрясающей. И когда дождь пошёл, и когда он бежал до этой колесницей, или перед ней, перед колесницей бежал даже, до самого Иерусалима, после огромной победы, и тут вдруг ноль. Понимаете? То есть мы должны это знать, что после больших благословений нам нужно отдохнуть. Что сделал Господь? Ангел подкрепил его пищей. Ворона. Выспался. После сна опять пищу получил. И Господь послал его. А в обратном порядке можно такое больше? Сначала депрессия, а потом благословение. Тоже вот я про сперзина сказала. Сначала была депрессия, а потом у него чудные проповеди, успех. Ну, это вот как бы он знал, что проповедь будет, да, а то вдруг ниоткуда не возьмись, раз, состояние такое упадческое. Потому что он вдруг сознавал, что он, как это называется, кимвал звучащий. Если не будет Духа Божьего, он ничего не произнесет. Это не коснется. А там у него собирались многие тысячи людей. Ответственность какая. И как он может надеяться на свою силу, что он это тысяча людей. И появлялась обыкновенная человеческая депрессия, да? Да. Но он просил наполнить, просил Господа, молил быть с ним, сознавая, что без него ничего не может. Вот. Ну и знаете, что? Есть просто еще причина депрессии. Могу сказать, это самое распространенное. Это маловерие. И надо здесь говорить, благослови душа моя Господа. И не забывай Божья всех благодеяний. Вы помните все эти благодеяния по Павтии? Он прощает все твои беззакония и исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, обновляется подобно орлу юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Благослови душам и не забывай. И не забывай всех этих благодеяний. Благослови душам и не забывай всех благодеяний. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова